Ликвидация аварии. Она началась в первой части после взрыва. Затаив дыхание, эти люди смотрят фильм о взрыве на Чернобыльской АЭС и ликвидации его последствий. Для многих в зале это не просто кадры. Все это они видели воочию, не по телевизору, и участвовали в событиях 30-летней давности. Юрий Митрофанов со своим отрядом прибыл на место аварии спустя два года. Мужчины отмывали коридоры станции специальным раствором йода, сеяли вокруг траву, чтобы ветер не разносил радиоактивный песок, и освобождали сам четвертый блок от мусора, спускаясь туда максимум на 8 минут. Было в первые дни ощущения, у меня до сих пор сохранились письма, которые я писал оттуда своей жене, она мне. Мы ходили первые дни красные. Это вот радиация, да, это фон такой. Ну, конечно, у нас специальные дозиметристы, мы с приборами проверяли палатки и видели, как все это щелкает и повышенный уровень. Конечно, мы приняли все меры, то есть заменили там, допустим, в бытовой комнате вот эти гладильные доски, которые там обшиты, как правило, всегда бывают. Мы под одеялами, вымыли все вагончики и потом поддерживали определенный уровень. 26 апреля 1986 года взрыв четвертого блока атомной электростанции стал крупнейшей техногенной катастрофой 20 века. Она затронула судьбы миллионов людей. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн вредных веществ. Первыми на место катастрофы прибыли пожарные. Тушили огонь в брезентовых робах и касках. Других средств защиты у них не было. К утру пожарные затушили пламя и начали падать в обмороке. Стало сказываться лучевое поражение. Приказы принимали опасность всего того, что происходило. Долг, профессиональный долг, их руководство. То, чтобы и понимание того, что есть, они не сделают, но последствия аварии будут, конечно же, гораздо шире. Дважды в год в Самаре собираются участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в апреле и в ноябре. Именно 30 ноября 1986 года был подписан акт об окончании работ на объекте укрытия. Полностью разрушенный четвертый энергоблок был закрыт металлическими конструкциями и залит бетоном. Это сооружение называют саркофагом. Марина Матвеевична, Арсюм Сулайманов, События.